Порода охотничьих собак, выведенная для охоты по перу, в переводе с английского сприна, вспугивающий дичь. Эти ласковые, преданные, понятливые и послушные собаки, очень хороши и в качестве компаньонов. Необходимо учитывать, что, оказавшись в квартире, спрингер одинаково привязывается ко всем членам семьи, считает всех хозяевами, и это часто отрицательно сказывается на нервной системе собаки. Основные моменты и интересные факты. В 1902 году клуб собаководства Англии признал английского спрингер-спаниэля отдельной породой. В 1924 году была создана Ассоциация полевых испытаний английского спрингер-спаниэля, из-за чего порода стала более известной. Стандарт Ассоциации ЭК для английского спрингер-спаниэля, сформированный в 1927 году, и пересмотренный в 1932 году, был разработан, чтобы максимально способствовать развитию естественных способностей спрингера, одновременно поощряя единообразие в породе. В 1881 году был основан клуб американских спаниелей. Название спринг-спаниэль включало в одну классификацию предков, от которых произошли многие из наших современных спаниелей. Допустимые окрасы в породе, черный или печеночный с белым, голубым или печеночно-чалым, а также триколор. Лимонный, красный и оранжевый считаются неприемлемыми и не должны размещаться в соответствии со стандартом английского спрингер-спаниэля. История породы Описание спрингер-спаниэля, то есть собаки, выпугивающей прыжком затаившуюся в траве или кустах дичь, приводится еще в XVI веке. Он произошел от норфольк-спаниэля, более крупной и массивной собаки, похожей на небольшого сетера. Норфольки, по-видимому, произошли от скрещивания старинного английского водяного спаниэля с усиксами или другими спаниэлями, возможно, что к ним подлили кровь черно-подпалого терьера. В конце XIX, начале XX века охотники, любители спаниэлей, продолжали совершенствовать экстерьер и охотничьи качества норфольков. Когда большие и малые луговые спаниэли стали различаться по стилю охоты, малые собаки, используемые для охоты на Вальдшнепа, получили название кокер-спаниелей, большие получили свою известность как спрингер-спаниели. В 1902 году клуб собаководства Великобритании официально признал спрингера как самостоятельную породу и утвердил название английский спрингер-спаниель. В первую половину XX века в Великобритании уделяли большое внимание совершенствованию экстерьера этого спаниэля, но не оставляли без внимания и его охотничьи качества. Спрингер-спаниели постоянно принимали участие в испытаниях и состязаниях охотничьих собак и зачастую занимали в них первые места. Сегодня порода фактически разделилась в Великобритании на две разновидности, каждая из которых предназначена для особого вида конкурсов, требования которых постоянно повышаются. Одни представители породы участвуют в шоу-выставках, другие — на полевых состязаниях. Выставочные собаки очень эффектны по экстерьеру, но не показывают должных результатов на испытаниях. Рабочих же собак выращивают, не обращая внимания на эстетические критерии. Спрингер-спаниель популярен как выставочная и охотничья собака в западных странах Европы и США. Внешний вид. Общий вид. Энергичная и сильная охотничья собака. Плотная и пропорционально сложенная, имеет примерно одинаковые размеры от холки до земли и от холки до основания хвоста. Размеры. Вес 12,7-14,5 кг, высота в холке приблизительно 39,4-40 см 6 мм для кобелей и 38,1-39 см 4 мм для сук. Голова. Морда четко прямоугольной формы с выраженным переходом от лба к морде. Длина морды и черепной части приблизительно равны. Череп хорошо развит, плавно очерчен, не слишком легкий, но и не тяжелый. Скулы не выдаются. Нос черного цвета достаточной ширины, чтобы обеспечить силу чутья. Глаза крупные, но не выпуклые, карево или темно-карево цвета. Края век плотно прилегают. Уши лоскутообразные, посаженные низко, с основанием на уровне глаз, тонкие, в длину достигают мочки носа. Обильно убранные длинной прямой шелковистой шерстью. Ножницеобразный прикус. Хвост. Посажен немного ниже линии спины, подвижный, несется на уровне спины и никогда не задирается вертикально. Купируется не слишком длинно, но и не слишком коротко. Шерсть. Шерстный покров прямой и шелковистый, не жесткий, с достаточным уборным волосом. Не слишком обильный и не курчавый. Окрас. Разнообразный. При сплошном окрасе не допускаются белые пятна, за исключением пятна на груди. Отличительные черты характера. В процессе работы с породой, когда спаниели начали различаться по весу, спрингер спаниель представлял более тяжелый тип, весом свыше 25 фунтов. Уже само его название подсказывает, что он спугивает, поднимает дичь. Он обладает теми же охотничьими качествами, что и кокер. Но более крупный рост и массивность сложения предопределяют его охотничьи использования. В отличие от кокера, он способен принести в зубах крупного зайца или лисицу. Только в последние годы появился к нему интерес у лесников, охотящихся в тех местах, где нет необходимости в стойке собаки. Спрингер спаниель отличается от кокера как по своему более крупному росту, так и по выше поставленным и более коротким ушам, и потому что он никогда не бывает одноцветным. Английский спрингер спаниель – самая старая из всех английских пород охотничьих собак. Из него были выведены все другие породы английских спортивных спаниелей, за исключением кламбер спаниеля. Первоначально он использовался для выслеживания и загона дичи в сети на соколиной охоте. В настоящее время он применяется исключительно как подружейная собака для поиска дичи, розыска подранков и подноски дичи охотнику. Типичный спаниель дружелюбен, стремится доставить удовольствие, быстро учится и готов подчиняться. При правильных обстоятельствах это может быть ласковая и спокойная семейная собака. Бдительность и внимательность делают его хорошим компаньоном на охоте. Типичный спрингер Спаниель часто выбирает одного человека в семье, которому он будет наиболее лоялен, и как можно больше придерживаться этого человека, их часто называют собакой на липучке. Английский спрингер Спаниель занимает 13 место в книге Стэнли Корена интеллект собак и считается отличной рабочей собакой. Он обладает исключительной выносливостью и требует умеренного количества активности, чтобы сосредоточить свой ум. Его длинноногое телосложение делает его одним из самых быстрых типов спаниелей. Это общительная порода, которая любит компанию детей и хорошо справляется с компанией других домашних животных. Однако охотничья порода может не ладить с кошками. Если оставить их в покое слишком долго, они могут стать разрушительными и озорными из-за скуки. Спрингер Спаниель используется как собака-ищейка. Среди известных поисковых собак были Бастер, обладатель медали Дикина, собака для поиска оружия и взрывчатых веществ королевской армии, служащая в полку герцога Веллингтона в Ираке, для обнаружения скрытого арсенала оружия и взрывчатых веществ экстремистской группировки. Другой пример, Джейк, также известный как народный диспансер для больных животных имени. Хаббла Кека, обладатель золотой медали и медали больницы для животных «Голубой крест», собака для поиска взрывчатых веществ лондонской столичной полиции. Он был размещен на Тависток Сквер, Рассел Сквер и Кингс Кросс после взрывов в Лондоне 7 июля 2005 года. Спрингер Спаниель также используется в качестве поисково-спасательной собаки командами горных и низинных спасателей, где их готовность работать и преодолевать пересеченную местность делает их отличным выбором. Содержание и уход. Кормите Спаниели высококачественным кормом для собак, соответствующим возрасту собаки и уровню активности. Лакомства могут быть важным подспорьем в тренировках, но их слишком большое количество может вызвать ожирение. Проконсультируйтесь с ветеринаром, если у вас есть какие-либо опасения по поводу веса или здоровья вашей собаки. Еженедельная чистка щеткой поможет удалить грязь и распущенные волосы, а также сохранить шерсть здоровой, сияющей и свободной. Любые испутанные волосы можно распустить с помощью гладильной щетки или расчески. Спаниель может быть подстрижен владельцем или отдан профессиональному грумеру для стрижки и чистки шерсти, особенно ступней, областей вокруг головы и шеи и под хвостом. Как и у всех пород, когти следует подстригать регулярно, так как слишком длинные ногти могут причинять собаке боль и вызывать проблемы при ходьбе и беге. Хотя английские спрингер-спаниели лучше всего живут в помещении со своей человеческой семьей, они любят активный отдых на свежем воздухе и становятся отличными компаньонами во время длительных прогулок или походов. При правильных упражнениях порода может быть подходящей для владельцев, живущих в небольшом доме или квартире, хотя дом с большим огороженным двором, где собака может бегать или участвовать в играх со своими хозяевами, вероятно, идеален. Ежедневные упражнения помогут сохранить его здоровым и счастливым. Это может быть длительная прогулка или игра. Порода также тренирует ум и тело, участвуя в послушании, отслеживании, ловкости, ралли и других активностях, которые могут понравиться собаке и владельцу. Ранее социализация и уроки дрессировки щенков важны и помогают сделать спрингер-спаниели хорошо воспитанным компаньоном. Спрингеры живы и очень умны, поэтому жизненно необходимы постоянные тренировки и мягкое руководство. Владелец должен быть уверен, что все время контролирует ситуацию, потому что спрингер является активным и дальновидным исследователем своего окружения и местной территории. Здоровье. Английский спрингер-спаниель имеет типичную продолжительность жизни от 12 до 15 лет. Как и у большинства пород, более вероятно возникновение некоторых проблем со здоровьем. Дисплазия тазобедренного сустава и прогрессирующая атрофия сетчатки, дегенерация сетчатки, вызывающая потерю зрения, ведущую к слепоте. Два таких заболевания. Как и большинство спаниелей и собак с висячими ушами, они подвержены ушным инфекциям. Существует несколько типов распространенных инфекций, и лечение обычно включает пероральные антибиотики и ежедневную очистку слухового прохода с помощью растворителя, который также оставляет ухо в кислотном состоянии, замедляя рост бактерий. Другие проблемы со здоровьем включают аутоиммунные заболевания. Среди английских спрингер-спаниелей встречается общее с человеком редкое аутосомно-рецессивное наследственное заболевание из группы лизосомных болезней накопления фукозидоз. Они также могут быть подвержены различным проблемам со зрением, включая завивание ресниц внутрь или наружу, или даже дополнительный ряд ресниц, все из которых могут потребовать корректирующей хирургии. Английские спрингер-спаниели, как правило, легко набирают вес, и владельцы должны быть осторожны в кормлении. Здоровый спрингер-спаниель должен потреблять около 1353 калорий в день. Цена и как правильно купить. Перед приобретением питомца необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой породой, чтобы не купить что-то постороннее. Щенки английского спрингер-спаниели есть в специальных клубах и на сайтах. Породу можно выбрать, основываясь на отзывах о собаке. На рынке нужно быть осторожным, там можно купить не ту породу, которая вам нужна. На покупку щенка вы должны выделить от 600 долларов и до 10 тысяч долларов, или даже больше для английского спрингер-спаниеля с лучшими породными линиями и превосходной родословной. Средняя стоимость проданных английских спрингер-спаниелей составляет 800 долларов. Итог. Весьма длительный промежуток времени спаниели считались единой породой собак, не имеющей подклассов. Собственно, разделение произошло не так давно, но зато появилось много всевозможных разновидностей этих собак. Так, например, в 19 веке было выяснено, что порода собак, известная как английский спрингер-спаниель, является одной из древнейших. Начало эта порода берет от норфолков, которые во многом были похожи на современных спрингер-спаниелей, однако имелись и весьма существенные отличия, такие как, к примеру, они сильно отличались по своим размерам.